Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Играл оркестр «Духовой сердца» всем звуком обжигая, напоминая нам с тобой, что не исчезла музыка живая. Так восторженно поэт отозвался об оркестре, который нам с вами предстоит увидеть 25 октября в киноконцертом в зале «Панорама». Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации – один из ведущих оркестров мира. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой вооруженных сил и достоянием России. Оркестр был создан в 1927 году как образцовый. Высокая исполнительская культура, профессионализм и виртуозность музыкантов позволяют сохранить это высочайшее звание и до наших дней. Оркестр играет как на важных правительственных мероприятиях, которые организует правительство России и Министерство обороны Российской Федерации, так и на обычных концертах, даря своим слушателям радость от соприкосновения с высоким искусством. И, безусловно, у этого коллектива большое количество истинных и настоящих поклонников. На счету оркестра множество значимых мероприятий. Одно из них – Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», у истоков которого стояли комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников и ныне действующий директор Сергей Смирнов. И, безусловно, главным инициатором создания этого праздника торжества и гармонии стал безвременно ушедший Валерий Михайлович Халилов. И сегодня мне бы хотелось буквально несколькими словами вспомнить этого выдающегося музыканта и замечательного человека. Валерий Михайлович Халилов – главный военный дирижер, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, народный артист России, член Союза композиторов России, генерал-лейтенант и, как я уже сказала, выдающийся музыкант и руководитель. Благодаря его усилиям состоялось большое количество значимых выступлений и очень важных, таких, например, как в Ватикане, по поводу 26-й годовщины восшествия Павла Иоанна II на престол в 2004 году, где исполнялись Калинка, Смуглянка и Соловьи. А в 2007 году под его руководством в штаб-квартире НАТО впервые в истории состоялось выступление российского коллектива и исполнялась священная война. Так военные музыканты, благодаря своему профессионализму и мастерству, борются за мир во всем мире и добиваются невероятных результатов. В 2016 году в декабре волей роковой случайности Валерия Михайлович и большая часть солистов хора Александрова ушли из жизни. Ну и в жизни оркестра, центрального военного оркестра, также были трагические события. Одно из самых тяжелых, пожалуй, начало войны. 22 июня 1941 года оркестр встретил на границе с Польшей, где проходили очередные гастроли и, как мы понимаем, попали в самое пекло. Большая часть оркестра не вернулась. Оркестр был расформирован, набран новый состав и музыканты продолжили свою ратную службу, в том числе и на фронтах. Итак, 25 октября в киноконцертном зале «Панорама» состоится выступление Духового оркестра Министерства обороны Российской Федерации с замечательным, красивейшим названием и вальс, и танго, и фокстрот. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации состоит из двух самостоятельных коллективов. Это Духовой и Симфонический оркестры. На их базе созданы эстрадно-симфонический оркестр, брас-квинтет, струнный квартет, биг-бен и джаз-ансамбль. В нашем концерте 25 октября мы еще и увидим очаровательных солисток оркестра. Это заслуженная артистка Республики Хакасии и Республики Дагестан Наталья Майнулик и лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Ильина. Итак, ждем вас 25 октября в киноконцертном зале «Панорама» на встрече с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации. А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране о киноновинках в нашей специальной рубрике. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года «Малефицента». А также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как «Малефицента» заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. А в это же самое время в волшебный лес проникает настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намерено уничтожить лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, «Малефицента» предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом, та же участь ожидает и жителей королевства. Так, так. Осторожность лишней не бывает. Здравствуй! Ты не такая, я знаю. Ты совершенно не знаешь меня. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или темная фея, переродившаяся и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказы и бронирование билетов на сеанс по телефону 300-033 или на сайте panoramadefistver.ru Возрастное ограничение картины 6+. На этом программа наша завершается, но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова